Итак, добрый вечер всем. Сегодня я к вам опять с рекламным семинаром и с достаточно любопытной темой, которую хотелось бы обсудить. Да, вот ночь модно устраивать всевозможные баттлы, так называемые. Так вот все-таки, я думаю, многие периодически встают в жизни перед каким-то выбором. Ну и у нас с вами в жизни тоже может быть выбор, если мы работаем в 1С, чем же воспользоваться то ли коробочной версией, то ли облачной. Вот есть какие-то плюсы, есть какие-то минусы, как раз вот хотелось бы сегодня это обсудить и поговорить об этом. Ну, коллеги, поскольку все-таки, все-таки семинар рекламный, поэтому да, собственно, как раз я немножечко расскажу, что хотелось бы обсудить. В частности, вот я Елена Гречко, преподаватель центра, специалист. У нас, естественно, есть курсы обучения, я веду пользовательские курсы, в частности, по 1С. И мы тоже обдумаем возможности обучения не только на коробочной версии, но и в облаке. Да, вот из-за чего и возникла тема вот этого разговора. Да, у нас есть вот разные виды обучения, собственно, сейчас вы это все видите на слайдах, то есть у нас есть и очное, и заочное обучение, есть смешанное, то есть есть индивидуальное, когда курс делается, да, любого объема, непосредственно под запросы конкретного слушателя или конкретной организации, то есть мы можем действительно предложить большое количество форматов обучения, что есть, то есть в нашей жизни. Ну и, собственно, мы выдаем документы об окончании, в том числе вот пользовательские курсы 1С у нас есть сертифицированные, то есть помимо свидетельства нашего центра еще выдается как раз и свидетельство 1С. Ну вот в частности оно выдается как раз в курсе 1С бухгалтерии первый уровень, когда мы, собственно, начинаем работать с нуля, рассматриваем вид деятельности только оптовую торговлю и начинаем, естественно, с настроек, с далее заполнения справочников, основных справочников системы, опять же учимся регистрировать хозяйственные операции, то есть у нас есть такая сквозная задача, которая, в общем-то, идет через многие курсы, просто рассматриваются разные факты хозяйственной деятельности организации. Ну вот на первом уровне, как я уже упомянула, речь идет только об оптовой торговле, на втором уровне, да, уже другая постановка вопроса, хотя тоже продолжительность вот 24 академических часа, там уже речь идет о том, что мы работаем с уже готовой базой, то есть в частности введены остатки и рассматривается ситуация, когда у организации есть и производственные деятельности, и розницы, и комиссии, основные средства, и как вести начальные остатки, как вести операции в валюте, например, подробно разбираются операции с основными средствами, но это уже как продолжение первого уровня. Ну и, в общем-то, как я уже упомянула, вот эта тема для разговора, а что же все-таки выбрать в этой жизни, если мы с вами хотим работать в 1С? То ли 1С фреш, то ли 1С коробочную версию. Тут есть свои плюсы-минусы, вот, и, собственно, я готова к этой теме разговора. Вот, я работала, да, то есть и в облаке в том числе. Здесь мне хотелось бы еще как-то быть более-менее объективной, поскольку как бухгалтер все-таки я понимаю прекрасно, что мне спокойнее, ну, это мне спокойнее, это моя точка зрения, и она, естественно, вот я не хочу, чтобы она на что-то влияла, но мне спокойнее, когда все-таки я знаю, что баз находится на сервере компании. Ну, и, может быть, это надо относить, как и пережиток прошлого. Ну, вот, все-таки плюсы и минусы разного исполнения 1С. Ну, во-первых, конечно, очень удобно, это действительно так и есть. Вот бывает, когда у нас, например, часть база, они в коробочной версии, что-то было во фреше, и, в общем-то, разницы абсолютно никакой не чувствуешь, это уже я говорю как пользователь. Ну, вот, например, да, вот все-таки мне удобнее какие-то вещи показывать. Вот, смотрите, я тут развлекалась, вот сейчас, собственно говоря, у вас на экране как раз именно облачная 1С, облачная 1С, да, вот она родимая в полном интерфейсе, коллеги сразу уточню, вот она. И, соответственно, сейчас, одну секундочку, у меня тут получилось, я много всего вывела на экран, давайте я сейчас сделаю немножечко вот таким образом. Я специально, видите, даже во фрешу динку открыла, чтобы можно было как-то посмотреть и сравнить. И вот, смотрите, здесь вот наша учебная база, как раз вот база второго уровня, соответственно, тоже вот он полный интерфейс. По большому счету, конечно, плюс огромнейший, плюс огромнейший в том, что практически не чувствуешь разницу. Неважно, вот там можешь всю жизнь проработать в коробочной версии, получаешь версию фреш, и, в общем-то, действительно, именно с точки зрения введения учета разницы не ощущается. Вот, действительно, это плюс. Далее, из плюсов, ну, не надо устанавливать. Ну, я вот интересу ради засекла, у меня на то, чтобы подключить версию, ушло, ну, вот на сайте 1SFresh ушло порядка там трех минут. Вот, да, действительно, я ничего сама не делала, мне просто пришлось подождать, пока мне не создали вот эту вот версию. То есть, больше никакой головной боли, тоже плюс огромнейший. Огромнейший, потому что могу сказать, что с чем сталкивалась он в жизни, когда даже представитель фирмы франчайзи не может установить 1SF сети. Вот, как-то такое, как выяснилось, тоже бывает. Я ни в коем разе не хочу умалить там, как бы, способности, достоинства того или иного решения. Ну, вот, я говорю, такое тоже бывает. И то, что не надо устанавливать, а разворачиваться, она буквально за минуту. Это тоже плюс огромный. Далее, автоматическое обновление. Опять же, все мы с вами знаем, что 1S регулярно обновляется. Если, скажем, до 2020 года все-таки это было не так часто. В прошлом году те, кто работает в 1S, вы наверняка обратили внимание, обновлений очень много. То есть, они идут постоянно, иногда по два обновления на неделе. И, конечно же, следить за ними тоже удовольствие еще то, я бы сказала. То есть, это да, это тоже плюс. Еще один плюс. Действительно, нет никаких жестких требований к мощности компьютеров сотрудников. То есть, действительно, получается все, что нам с вами нужно. Это нужен доступ в интернет. И великолепнейшим образом мы с вами работаем. И при этом не очень важно, например, какой объем оперативной памяти у сотрудника установлен на компьютере. Ну, чтобы все-таки мы этот момент тоже учитывали. Ну, вот я уже упомянула, это возможность работать через интернет, ну и фактически вот с любого устройства. Ну, вот как раньше, если кто-то застал седьмую платформу, про нее обычно говорили. Я очень извиняюсь за сленг, но было такое дело. Говорили, что она может работать на любых дровах. Ну, вот, собственно, так и есть. По поводу минусов. Вот, вы знаете, мы их сейчас обсудим, но вот в связи с теми событиями, которые у нас с вами происходят в мире, я хотела бы, пожалуй, начать обсуждение минусов вот с такой вот новости, которая на днях прошла. И выглядит она следующим образом. Французский дата-центр. В Страсбурге сгорел дата-центр. Сгорел он без остатка. Остановить все это дело не смогли. К сожалению, к сожалению, вот этот вот пожар, он привел, в общем-то, один из крупнейших европейских дата-центров. Вот, он, в общем-то, они пытаются составить конкуренцию и американским компаниям, там, в том числе и Майкрософту. Вот, и, конечно же, конечно же, результат весьма плачевен, потому что на серверах, которые были затронуты пожаром, размещалось 3,6 миллиона веб-сайтов, в том числе правительственные ресурсы Франции, Великобритании, Польши и так далее. То есть, вот, о минусах-то, как видите, я понимаю, что многие скажут, что никто от этого не застрахован, но, видите, это же по сути, по сути, ну, вот, катастрофа. Если такая ситуация, представители дата-центра выступили с срочным предложением переходить на резервные мощности, использовать аварийные варианты восстановления, там, и так далее, и так далее. Это все здорово, но это нас уже переводит к вопросу минусов, именно минусов. То есть, вот, видите, плюсы, да, плюсы есть, их, в общем-то, извините, достаточно большое количество. Вот я еще, кстати, поторопилась и не упомянула, действительно, нам не нужна, если мы работаем во Фрэше, локальная компьютерная сеть. Вот. Дубль-то дублем, Александр, но кто застрахован вот от таких случайностей, понимаете, даже переход на как раз вот эти вот аварийные варианты, всегда-всегда это потеря времени, как минимум. Это не всегда удобно. Я согласна, да, что все пытаются предусмотреть, но вот просто как-то, вы знаете, я понимаю, да, и что предупреждают заранее, но просто вот как-то получилось абсолютно, вот я бы сказала, в тему. Я еще раз, коллеги, я хочу подчеркнуть, что мне ни в коей мере не хочется умалять достоинства того или иного варианта работы. Вот я говорю, у меня была возможность, ну, собственно, и работу я и там, и там, вот. Вот. И, соответственно, здесь как раз хотелось бы быть объективной. Я прекрасно понимаю, что и серверная может сгореть, вот. Но, правда, ни разу с этим сталкиваться не приходилось. Здесь нет, 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 я ни в коем случае говорю, что вот очень удобно, действительно удобный вариант работы именно с точки зрения быстроты, скорости, доступности. Это плюсы. Плюсы огромные, потому что не надо забивать голову, в общем-то, надо иметь только с собой, там, я не знаю, какой-нибудь ноутбук и доступ в интернет. Но вот здесь вот, опять же, все-таки я буду не права, если я не скажу о минусах. Ну, начнем с качества связи. Все-таки, видите, я вот посмотрела специально, разработчикам рекомендуется канал от 128 килобит в секунду. Вот, то есть, здесь уже, если связь качества не очень хорошего, мы возвращаемся к вопросу о том, что, как минимум, 1С будет подвисать. Далее. С точки зрения, с точки зрения именно пользователя ограниченное количество конфигураций. Вот, опять же, что у нас с вами получается пока еще, пока еще, в облаке, в облаке нам могут приложить, предложить далеко не все конфигурации. Вот, специально, да, вот тут вот развлекалась, у меня, видите, куча заготовок, да, то есть, бухгалтерия, предприниматель, ну, это, по-особности, та же бухгалтерия, только базовое управление нашей фирмой, розница, касса, клиент электронного документа оборота, комплексная автоматизация, ERP, зарплата. То есть, чего я здесь, в принципе, не нашла, из типовых, подчеркиваю, из типовых решений 1С, это 1С управление торговлей. Во ФРЭШе ее пока нет. Далее, далее, посмотрите, допустим, уже вот появилась бухгалтерия для государственного учреждения, появилась бухгалтерия для некоммерческой организации, но зарплаты и кадров как государственного учреждения здесь тоже нет. Ну, насчет того, насколько будет государственное учреждение работать в облаке, это, естественно, уже будут решать непосредственно госструктуры, а вот именно с точки зрения коммерческой работы, подчеркиваю, 1С управления торговлей в списке отсутствует, хотя бухгалтерия, зарплата есть. То есть, получается, например, если все-таки у меня организация занимается торговлей, то тогда я какие-то программы буду применять во ФРЭШе, а что-то мне все равно придется покупать. И тут получается, что я как бы возвращаюсь к тому, от чего я хотела бы уйти. То есть, у меня получается, мне все равно понадобится локальная компьютерная сеть, да, то есть вот мне все равно понадобится обновление, мне все равно понадобится учитывать, да, мощность компьютера, пользователя и так далее. То есть, ограниченное количество конфигураций, это в том числе и типовые, это раз. Во-вторых, еще ограничение количества конфигураций, конечно же, затрагивает отраслевые решения. Мы с вами знаем, что существует достаточно большое количество отраслевых решений. Ну и вот для меня, например, именно меня интересуют строительные отраслевые решения. У них здесь нет. То есть, пока все, что предлагается, это вот, смотрите, бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия и расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. То есть, вот это тоже как бы не всем подойдет и получается, если мы с вами работаем, а в общем-то у многих организаций установлено, как правило, несколько конфигураций, то если брать банальный вариант связь программу бухгалтерии плюс зарплаты управления персоналом, замечательно, возможности 1С хватит. 1С фреш, уточняю. Если все-таки мы берем с вами, чуть-чуть вот расширяем требования, говорю, даже вот хотя бы тоже управление Тарковлей и хлоп, и получается, что ее нет. Либо мне, например, нужна бухгалтерия, но строительная организация, потому что если у меня строительство, извините, ставить обычную бухгалтерию и ваять КАЭСки в Excel, или это не разговор в нашей жизни, то получается, опять же, мне нужно приобретать отраслевое решение именно в коробочной версии, ну или электронную поставку, вот. А, соответственно, тоже зарплату во фреше. Это уже влечет за собой некоторые неудобства. Далее, ну, здесь момент тоже, опять же, спорный. Я имею в виду ограничения на доработку программ. Многие компании, особенно те, кто относится к категории мелкого и среднего бизнеса, они, в общем-то, работают на тех же типовых конфигурациях без какой-либо доработки, без какой-либо доработки. Вот. И получается, что даже ежели мы имеем своих программистов, но у нас именно один из фреш, то нас с вами это не спасет. Потому что, да, действительно есть ограничения на доработку. То есть, да, они там могут какие-то там печатные формы там добавить, что-нибудь так по мелочи. То есть, серьезную доработку программы это не подразумевает. И доработка еще должна жестко соответствовать требованиям 1С. То есть, в принципе, предполагается, что даже если у нас есть свои программисты, сначала мы там все эти варианты доработки отправляем, она утверждается, и только потом ее нам как-то с вами дадут подгрузить. То есть, здесь это тоже как бы все-таки минус. Я думаю, вы со мной согласитесь. Ну, по поводу ограничения на одновременное количество сеансов, здесь можно, кстати, провести аналогию полную точно так же, как мы приобретаем с вами коробочную версию. Мы же приобретаем в том числе и, ну что, лицензии по количеству пользователей. Исходя из этих соображений, ну, я бы сказала, что здесь аналогично. То есть, например, если 1С Fresh Pro в тариф предлагается на 5 пользователей, то, соответственно, доплатив, я могу и 6, и 10, и сколько угодно. Еще минус, ежемесячная плата. Да-да. Ну, вот по поводу платы я чуть-чуть попозже покажу. Тут я тоже посчитала, как-то мне это не очень понравилось. Ну, и вот, как видите, да, вот, например, у нас в Афрэше по тем программам, которые в Афрэше регулярно, но, правда, это аккурат в ночи, где-то в районе полуночи приходит СМС о том, что будет недоступна программа именно в связи с проведением технических работ. То есть, в общем-то, ночью-то мы далеко не всегда с вами работаем, но если вдруг понадобится, то вот может быть такое неудачное совпадение. Ну, это я, скорее, сказала бы, это немножко некомфортно, но не более того. Но все-таки, да, если уж сравнивать, то сравнивать по всем пора. То есть, вот такие вот моменты. Ну, и плюс еще вот тоже, кстати, вот возвращаясь к качеству связи, то есть, если у нас с вами, не дай бог, что-то происходит с интернетом, а такие вещи бывают в нашей жизни, значит, мы остаемся без 1С. А еще ведь по закону Бутерброда обязательно понадобится что-то срочно сделать, оплатить и так далее. Это уже 100%, по-моему. Ну, и плюс еще, конечно же, вот когда идет отчетный период, но вот все и мои коллеги, в том числе, очень сильно жалуются на подвисание программы, но вот тоже есть такое дело в нашей жизни. Теперь все-таки, ежели мы продолжим разговор, локальная 1С, то бишь коробочная версия, ставится на сервере и не зависит от качества связи. Ну, это плюс, действительно. Далее, вот то, что я обговаривала, что может быть доработано под нужды организации здесь, особенно если у нас, у нашей организации есть свои программисты 1С, то в общем-то они практически боги в этой части, потому что могут сделать все, что угодно без каких-либо ограничений, в общем-то без утверждений, соответствует это требованиям 1С и так далее. То есть у нас с вами будет все работать, все синхронизироваться, и это дорогого стоит, особенно если компания крупная или если она имеет свою специфику. То есть здесь действительно, и я думаю, что многие бухгалтера со мной согласятся, очень важно, когда и стороне программы в 1С подгружаются данные, а не надо автоматически, а не надо это ручечками все заводить. Это великое дело. Далее, ну, доступность для пользователей в сети. И еще один плюс. Мы заплатили с вами один раз за программу, и потом живем долго и счастливо. Опять же, ну вот с точки зрения безопасности и конфиденциальности данных, все-таки я отношу к плюсу. Ну, вот здесь вот подчеркиваю, это мое личное мнение, и мне не хотелось бы, чтобы оно как-то вот влияло на кого-то еще, но я считаю, что это плюс, когда база хранится на серверах организации. Ну, и, собственно, из него вытекает следующий плюс. Это что? Конфиденциальность данных. Просто конфиденциальность данных. Да. И это тоже немаловажно, когда речь идет о бухгалтерском, в том числе учете. Минусы. Это, конечно же, обновления. Да. Правда, здесь тоже, ведь, в принципе, если обновления не критичные, то можно же их устанавливать не сразу же, а, скажем, с какой-то периодичностью, но обновления все-таки, как видите, я отнесла в минус. Потому что в Афрэше в этом плане действительно легко и приятно работать. Ты утром запускаешь и любуешься, понимаешь, что у тебя стоит последнее обновление. Вот. Далее, конечно же, это требования и к мощности сервера, и требования к пользовательским компьютерам. Это однозначно, это однозначно минус. Техника у нас с вами должна быть соответствовать все-таки. И, собственно, техника это удовольствие не дешевое. Ну и как раз, опять же, вот он еще один минус. И это могут возникнуть проблемы именно из-за поломки техники. То есть кто-то там может из сотрудников словить, там, я не знаю, вирус-шифровальщик и потерять тогда можно все. Опять же, если дополнительно еще не делались на резервные копии на других устройствах. Здесь так вот тоже уточню. Потому что резервную копию можно делать на сервере компании, а можно еще делать дополнительно на других устройствах. Ну, действительно, может там диск посыпаться. В этом плане может быть все, что угодно. Но, опять же, опять же, вот здесь получается, смотрите, как бы, да, вот если сравнивать, как-то, может быть, не очень так красиво я имею в виду, видите, минусов, сколько у меня получилось, пунктов целых шесть. А минусов у коробочной версии, вот, я наваяла исключительно три. Но они, в общем-то, достаточно серьезные, поскольку обновление, если нет своих специалистов, то это удовольствие платное. Вот, техника, это у нас с вами тоже удовольствие дорогостоящее. Ну, и, естественно, когда речь идет о любой технике, здесь это касается не только работы в облаке, можно, конечно же, потерять данные, как ни крути. И здесь, я бы сказала, когда речь идет о коробочной версии, вот, как раз проблемы с заполомки техники, они более весомы, чем проблемы с 1С фреш, заполомки. Они более весомы. То есть это вот как раз к тому, что вот, когда мы начали обсуждать, и Александр прокомментировал, что вероятность, да, в организации что-то может сгореть гораздо выше. Я бы сказала, что, может быть, сгореть-то не особо, а вот то, что может банально полететь тот же сервер, она, да, эта вероятность, она, к сожалению, существует. И здесь, я согласна полностью, мне кажется, она более высокая, чем с фреш. Но вот вы знаете, здесь еще есть один очень интересный момент, поскольку вот речь идет именно о работе в программе и с чем нам все-таки определяться в этой жизни, потому что вот мы тоже не стоим на месте. И вот этот вот рекламный, собственно, семинар, он еще и по такой причине, потому что мы, собственно, часть курсов запускаем именно во фреше. Естественно, естественно, кому-то это будет удобнее, хотя по большому счету, вот когда меня на занятиях спрашивают, есть ли разница, я всегда говорю, что чисто с пользовательской точки зрения абсолютно никакой. Но оно, собственно, так и есть. Но вот по поводу работы и оплаты. Вот смотрите, я в минусы отнесла ежемесячную оплату по фрешу. И в плюсы по коробочной версии, в плюсы я отнесла разовую оплату. Просто как-то вот тут вот именно при подготовке к нашему разговору я решила сесть и сравнить тарифы. И вы знаете, вот как бухгалтеру мне-то это не очень понравилось. Вот смотрите, для сравнения, да, если мы берем тариф проф до пяти сеансов, это 563 на одного пользователя. Вот они, смотрите, рекомендованные розничные цены. Видите? Вот они. При этом, опять же, но здесь это именно в порядке сравнения. Вот смотрите. Если мы приобретаем вот бухгалтерия на пять пользователей, это 26 тысяч рублей. Если с USB-ключами, ну, USB-ключи, они всегда стоят подороже, пин-коды, они подешевле. Ну, и точно так же есть возможность докупить лицензию на каждого пользователя. То есть я к чему веду? Вот у меня, поскольку я ценовым вопросом, я все-таки исполнитель, я не руководитель компании, поэтому я ценовым вопросом не могу сказать, чтобы очень сильно ты интересовалась. А когда поинтересовалась, то получается, что зачастую, зачастую это не так и дешево, как выглядит. Вот ведь еще в чем дело. Сейчас, секунду, извините, я тут уже в своих окошках несколько запутывалась. Ну, по поводу оплаты специалистам поддержки 1С, я, опять же, Александр, я ни в коем случае, я говорю, я вот, у меня как принцип один, лучший друг бухгалтера, это что? Калькулятор. Вот я этим самым калькулятором и вооружилась. Вот, и именно с точки зрения калькулятора, мне цифры, коллеги, ну, не очень понравились, потому что получается, что 1С фреш, да, поддержка, да, я согласна. Но если мы работаем на типовой конфигурации, то вот эта поддержка специалиста, она, ну, мягко говоря, не очень нужна. Вот, то есть здесь, ну, вот поэтому, Александр, я же сказала, что минус – это обновление как раз, минус – это как раз вот и поддержка, да, это я именно в коробочной версии отнесла к минусам. Есть такое дело в нашей жизни. Ну, просто получается, вы знаете, я почему хотела обратить внимание, здесь, может быть, я как, повторяю, я не руководитель предприятия, но получается, что цены, цены, они весьма сопоставимы. Они весьма сопоставимы. Вот, например, да, базовый тариф тот же, если я возьму, что попроще, если я возьму, что попроще. Вот вы посмотрите, базовый тариф 6800, да, или на год 13000. Это самый простой вариант. Александр, я ни в коей мере не хочу сказать, что это плохо или это хорошо. Просто если выбирать, выбирать, понимаете, получается, например, если я, вот как сейчас нам с вами позиционируют все это разработчик и компания, ни в коей мере, я говорю, я не хочу умалять достоинства ни того способа, ни другого. Работать прекрасно можно и там, и там. Но вот получается, что, смотрите, какие-то вещи мы и во фрэше, и во фрэше получаем с вами за весьма дополнительную плату, и во фрэше. То бишь мне придется оплачивать и там, и там, что у меня коробочная версия, да, что у меня фрэш. Но обмен данными мне надо будет настраивать за весьма дополнительную плату. Да, подключение 1С отчетности, так же, как и во фрэше получается, так же, как и в коробочной версии. Если есть подписка на ИТС, то на одну компанию бесплатно. Все остальное за весьма дополнительную плату. То есть, ну, не бывает идеала в этой жизни, абсолютно. Абсолютно. Здесь, я думаю, со мной все согласятся. И действительно, в общем-то, сейчас-то ведь работу позиционируют, позиционируют во фрэше. В первую очередь для ИП и для, соответственно, категорий мелкого и среднего бизнеса. Вот. И получается, что действительно, да, это подойдет. Но хотелось бы обратить внимание, что получается, это не настолько дешево-дешево, как создается впечатление. Ну, финансовый момент, он тоже имеет место быть в нашей жизни. Понимаете, если, например, ИП только зарегистрирован, то, извините, заплатить 13 тысяч в год за базовый тариф, то, в общем-то, это может быть достаточно кусабельно именно с точки зрения новой ИП. А финансовый вопрос для новых компаний, он тоже играет свою роль. Он тоже играет свою роль. Вот. И получается, вот я говорю, не все так красиво и с фрэшем не все так красиво, и с локальной версией. Хотя вот с точки зрения пользователя, все-таки с точки зрения пользователя. Вот я вам сказала и показала, собственно, что я, когда готовилась к этому разговору, вот у меня есть свежезарегистрированная демка, вот у меня есть пустая одноэсия. И, в принципе, за исключением ограничений каких-то в администрировании, больше никакой особо разницы мы и, ну, вот я, в частности, не заметила. То есть с точки зрения работы, с точки зрения работы, они великолепны. Что один вариант, что другой, это все достаточно комфортно и так далее. Но, опять же, получаются малейшие проблемы с интернетом, и у меня фрэш подвисло, хотя у меня выделенная линия. Но что-то там где-то пошло не так. И итог, как бы, я сижу и жду, пока у меня подгрузится. Мне это, конечно, не очень нравится. Вот, с другой стороны, с другой стороны, все-таки, я говорю, поражает, вот, действительно, легкость подключения. Это плюс огромный. То есть не надо себя утруждать, там, где-то разыскивать, где купить, что купить, зачем купить. Вот, просто выбрать провайдера. А далее, далее, уже великолепнейшим образом работать. Ну, вот, здесь, Александр, насчет онлайн-калькулятора Майкрософта, здесь я спорить не буду. Ну, вот, получается, даже, понимаете, все затраты, все затраты, да, я не учитывала, я этого и не скрываю. Есть, повторяю, свои плюсы, есть свои минусы. Кстати, могу сказать, что есть куча бухгалтеров, которые, работая во фрэше, точно так же не выключают компьютер, и все это внести в включенном, и все это, естественно, электроэнергии, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот, с точки зрения именно пользователя. Вот, вы знаете, я думала, как вот, как-то вот все-таки сказать, что вот это лучше. Я не могу сказать, что лучше жестко коробочная версия, я не могу сказать, что жестко лучше фрэш. Оба варианта хорошие мне, как пользователю, например, вообще по большому счету без разницы, в какой версии работать, лишь бы я имела возможность корректно ввести учет. Эти возможности мне дает и тот, и другой вариант. Вот, если говорить вот действительно о том, как комфортнее, комфортнее, вот, я уже сказала, что и так, и так они абсолютно по большому счету не отличаются, за исключением того, что все-таки во фрэше кое-какие возможности они заблокированы. Например, я не могу зайти в конфигуратор, если возникнет необходимость. Вот, не могу какие-то там дополнительные вещи сделать, но, в общем-то, это тоже далеко не всем и далеко не всегда понадобится. Вот, но и получается, все-таки, если говорить о нашей с вами работе, то есть, ну, вот как-то вот я вот разбила и говорю, есть плюсы, есть свои плюсы, есть свои минусы. Хотелось бы подчеркнуть именно тот момент, что все-таки, ну, вот я говорю, как пользователь, как преподаватель пользовательских именно курсов, что с точки зрения бухгалтера, там, расчетчика, расчетчика, менеджера, скажем, или оператора 1С, разницы абсолютно никакой. Разницы абсолютно никакой. Сервисы идентичны. Я, честно говоря, очень надеюсь, что все-таки в скором времени у нас с вами будет возможность, будет возможность увидеть абсолютно все типовые конфигурации в Афрэше, потому что вот все-таки управления торговлей, конечно, очень не хватает в Афрэше, очень не хватает. И, ну, здесь надо учитывать, что все-таки это разработчик, то есть это тоже 1С, это все развивает, развивает достаточно быстрыми шагами, а вот насчет того, какой вариант выгоднее, онлайн или оффлайн, здесь, то есть фрэш или коробочная версия, здесь, то я говорю, мне кажется, это многое будет зависеть от обстоятельств. Просто от обстоятельств, потому что, ну, мне кажется, что вот в условиях, когда сейчас позиционируется фрэш для ИП, и для, как бы, категории мелкого и среднего бизнеса вполне такой вот приемлемый вариант, за одним исключением. Вот, опять же, если компания новая, то, боюсь, что фрэш по итогу выйдет дороже, чем коробочная версия. Но это, опять же, вот если вооружиться калькулятором. Действительно, это зависит просто от конкретной ситуации. Здесь, ну, это вся наша с вами жизнь зависит от конкретной ситуации. А вот с точки зрения введения учета, все-таки вот плюс, действительно, плюс 1С, но это, подчеркиваю, это, конечно, конфиденциальность. Это, конечно, конфиденциальность. Да, нам с вами компании, которые предоставляют 1С, они конфиденциальность гарантируют, но, в общем-то, все люди, все человеки. И с другой стороны, точно так же мы с вами знаем очень большое количество примеров, когда сотрудник, сотрудник, увольняющийся из компании, уходит вместе с базой или вот уходит вместе с клиентской базой. То есть это тоже однозначно, однозначно может быть и с той, и с другой стороны. Ну, Александр, для новой компании, подчеркиваю, для новой компании, если она небольшая, у них, это я вам могу уже сказать, как бухгалтер, как главный бухгалтер, у них каждая копейка на счету зачастую. Поэтому, поэтому есть вполне откатанная постановка вопроса, когда компания только регистрируется, и в программе работает буквально там один человек, это приобретается базовая версия, которая стоит недорого, да, и потом, потом уже по мере развития компании уже можно обновиться до проф и жить долго и счастливо и перейти на фреш. Вот, я согласна, что сервера – это дорогое удовольствие, но вы, наверное, обратили внимание, что я подчеркнула, что для того же нового ИП, для того же нового ИП, при условии, что компьютер сейчас есть, по сути, в каждом доме, мне кажется, что было бы практичнее, например, купить базовую версию. Это будет гораздо дешевле, вот, и жить с ней достаточно долго и счастливо. А уже далее, далее, там, по ходу, смотрите, может быть, переходить на фреш. Благо, вот, кстати, еще огромнейший плюс, конечно, заключается в том, что предусмотрена возможность, предусмотрена возможность во фреше, как подгрузить данные из локальной версии, да, и точно так же, видите, можно выгрузить в локальную версию. То есть, по сути, по сути, это нас с вами приводит к тому, ну, вот я, например, не удивлюсь, если спустя какое-то время уже, скажем, коробочная версия будет вообще каким-то там, я не знаю, неандертальцем и пережитком прошлого, и все мы будем работать исключительно в облаке. Вот, с другой стороны, вот, с учетом того, как периодически что-то где-то отваливается, и все мы с этим с вами регулярно сталкиваемся на тех же государственных сайтах, я думаю, все тоже попадали, бывает достаточно часто, какие-то проблемы возникают, тоже, в общем-то, бесперебойная работа, к сожалению, во фреше пока нам с вами гарантировать никто не может. То есть, вот, как-то так. Вот такая вот, я не знаю, тема для обсуждения, при этом, я говорю, что мы тоже не стоим на месте, мы работаем и там, и там, и, в общем-то, и курсы вот хотим переводить частично, но именно частично, потому что, например, те же курсы по управлению торговлей мы физически не можем перевести во фреш. Такой возможности нам пока никто не предоставил. Продолжение следует...